да опять меня зовет выдает бывает или там задержки просто так что-то меня там начали звать спасибо всем сейчас толпу пока вычеркают пока туда-сюда пройдет время и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Так, ну что тут Риппер от Солу прилетел Начинается набомбить По чуть-чуть он Пробочка минус, ну приятного тут мало Что в этой минус пробочке Надо уходить, что он риппером-то туда-сюда тыкает Вообще Солу какой-то Дурачок, если честно Что он здесь летал вообще риппером, я не понял Что-то кликал-кликал, улетит Риппер, понятно, вышел адепт Уже значит еще один юнит строится Сталкер вышел и убил риппера Все, ну бред же какой-то Так, здесь пробка ныкается Здесь вообще пуш с адептами Посмотрите, идет Здесь глефы делаются, гейт добавляется Один, второй, здесь еще одного добавить Гейт с пилоном и вообще можно убивать Опа, приятного мало Хороший контроль от Сана Как же Сталкер его носит сейчас жестко Даже не знаю, почему адептов он именно делает Если честно, сейчас Танчик засиджился очень хитро У Солу он хочет Сталкера явно подловить здесь Но Сталкер сюда не идет И медивак вот полетел А, Харас, дроп Харас Вообще все юниты забрал Ну и сейчас может поплатиться Солу он поплатится за это на самом деле Потому что Здесь адепты с глефами поперли Здесь кэши варп долгий Идет 11 секунд на медленный варп Запись на ютуб выложу Запись здесь не нужна Кстати говоря Все, три адепта, два сталкера Ну здесь танк, кстати, есть И здесь неприятный прилетик такой прошел А нафиг псих-то ставить? А, ну что пробки, типа не ушли часть Хорошо, как накидывает 8 пробок минус соус Сделал Сану Выбивает батарейку здесь Можно белом пробовать Ну ладно, батарейка тоже неплохо С другой стороны Здесь два сталкера слились Вот гейт еще один открывается На адепт особо ресурсов нет Здесь и бункер, здесь и танк И переворот от соула неожиданный Просто, знаете Проц там точно не убьет ничего А вот соул здесь наубивает Будь добр просто Танчик будет с Сиджи сниматься? Нет, пока не снимается Адепты накидывают ему за 4 залпа Минус танк Здесь адепты все минус нули 46-60 Пользу соулу по лимиту Просто казалось, да? Улетел в дроп какой-то стремный Но здесь еще один танк вышел И броц просто пришел И ему нечем убить Вот если бы это были блинк сталкеры Было бы значительно проще Плюс если бы адептов было чуть больше Было бы проще Вообще я не знаю Аризон какой сейчас адептами пушить Вот так вот Без плюс 1 Танк не выстает до адептонов Вот еще один танк вышел на муве Просто сливается Слушайте, ответка пошла от Сиана Тут он уже в плюсе практически Так, здесь прилетели Марик и Гейт Тип убивать Но не так-то просто Здесь Гейт оказалось Убить И уже и по рабочему уровню Боевого лимита Уже тут Сиана больше, блин Ну бункер Вот бункер на самом деле Спасает тирана Бункеры вообще всегда Тиранов спасают А у них голова зачастую Отключается Они не строят Эти здания Просто сверх Сверхвыгодные для них Так, адепты заходят Сюда на бункер Начинают крашить все КСМки падают Сталкеры падают Танчик сверху Сиджить можете его Да, надо засиджить Иначе беда будет Адепты все еще бомбят Рабу 4.6.42 Надо пробок минусовать Соул там Ох, мой красавчик Через атаку В центр адептов Бьет, чтобы сплэш Увеличить максимально Здесь третий Некто в блинк Ну смотрите На 10 рабочих У Сиана больше Вот я накаркал Да, что у Соулу Все норм Соулу надо было Бункер еще один Вот здесь вот Просто запилить Два бункера было И все Ему бы ничего Было не страшного Абсолютно Ну а так Честно говоря Соул в полной заднице Опять находится Почему Так можно говорить Да потому что У Соула По рабочим На 11 меньше Так Танк сейчас Еще один минус Нед И сверху Танк не в Сиджи При этом все Пытается бункер Уже пробить Соул Нет Что-то не то Здесь уходит Сан Простите Не то что Сан делает Честно Так По рабочим Десяточка А здесь тоже Кстати Вдроф прилетел Викинг Плюс Марики Ну это Вдроф не способен Убить Все Абсолютно Викинг Падает Нет Хотел Выгрузить Улететь Вот Ну Почему У Соула Все плохо У него нет Стимпака У него нет Меха Нормального У него нет Какого-то кулака Которым можно было Выйти Разве что Вот сейчас Два танка Плюс ДТ Мариков Небольшое количество Но Соул забывает На то что его прессуют А если его прессуют Наверняка Где-то рядом Пилон с бараком Вот он сейчас Пролетает Он же видел Этот пилон с бараком Почему он так нагло Улетает Сейчас Какие-то дропы Я даже Понятия не имею Вообще Сейчас опять Сталкиваете Адепты зайдут И опять Проблемы начнутся Бункер Все лишь С одним мариком Кстати говоря Здесь Так что Бо-бо Начинается Сейчас второй Только вышел Депок И новый Ставец Здесь тоже Депошка Кидается В рамку Ну а Прилетел Соул К Цанчику Сюда на базу Танк Плюс Марики Плюс Два танка Плюс Марики Один Сиджи Был Один Бес Сиджи Ну нормально Кстати Соул Здесь развалил То с Цаном Кстати На встречных Курсах Игра идет То есть Немного Ресут И почему Это ГГ Я чуть не понял Что ГГ Там Соул Поспешил ГГ написать Считаю Да там Тринек Су рабочих Быстро Пцан восстанавливал Но Соул понимал Что у него Стима нет И третья Третья ЦЦ Было бы Было бы Лучше Печаль Печаль Ребята Согласен Что у Соула Ситуация Была похуже Но Тем не менее Как мне кажется Побиться Еще можно Было бы Так Ну Ждем Соула Сейчас Мы в игру Ох На Твичу У меня 50 людей Аж целых Видимо Другие пацаны Смотрят Которые Пришли Соул Цана Глянуть Не 50 43 Так Здесь 56 Сколько Он А ну да Ну медленно Люди Пока Приходят Что страшного Сейчас Придут Так что Фоллаут Еще Игра Арамщик Даже Как-то Затянуло Прямо Туда Я вот Думаю Может В будущем Сыграть Него На супер Сложности Жесткой Как бы Хотя Я играю На предпоследней Сложная Есть Очень Сложная Просто В игре А есть Сложнее Очень Сложного Какая Но Это Наверное Жестко Будет Надо Прошариться Побольше Редул Подписался На Премиум Так Спасибо Родул Премиум И Поперли Спасибо Всем Короче Сул Против Цана Так Все О Вот так Правильно Будет Да 2-1-0 Цан Повел Ребят Поехали Здесь Надо Убрать Все Путь На Айвор У нас Карта Номер 2 Соответственно Позиция 5 часов Соул Красный Тиран Голубенький Прот Цан На 11 Китаец Соответственно И Поляк И я Вижу Что Куда Тут Прям Интересно КСМ Едет Тираны Так Обычно Просто Не Едут Для Того Чтоб Что-то Разведать Там Или Сныкать Разведку Похоже Что Это Прокси Факта Возможно С Перелетом Даже Вот Сюда Вот Будет Она Да Вот Пошла Фактурка Приехал Оцеан Заметил Что Барак Строится Реду Подержал Ваш Канал На 100 Блей И Сообщает Спасибо За Стрим Минус Пробка Фоллаут Постремись Смогу На Супер Сложности Играть Там Может И Пострим Может Четвертый Хотя Мне Что-то Тут Писали Что Четвертые Дни Не Самые Лучшие А Вегас Лучше Типа По Карме Да По Карме Это Все Норм Там У НКР Там Кумир У Ханов Сейчас Кумиром Стал Вчера Там Наркоту Им Принес Химию После Того Как Когтей Смерти В Карьере Развалил Смотрю Там Сверху Какие-то Трутся Черти Поднялся А там Ханы Стоят Вот так Вот Прикольно Что есть Выбор Там Можно Было Оказалось Химию Они Какого-то Из НКР Поставщика Берут Можно Было Его Сдать А Можно Было Им Отдать Но Если Его Сдал То Ничего Не Будет Так Я Сохранился Но Ничего Не Происходит А Им Отдал У Них Оба Там Словечко За Тебя Замолвим Там Все Дева Говорят Ну Ладно Думаю Пусть Так Будет Прокачал Злом На Сотку Блин Где-то Там Двери Видел Ну По Сотке И По Семьдесят Пять В какой-то Мисс Ну В какой-то Локации Помню Там Что-то Бегал Давно Как-то И не Нашел Короче Блин Ну Хочу Еще Раз Был Там То ли Испытательный Полигон Циклона Ребята Опа Хороший Залп Такой Увидели Скорострельными Дал Первый Залп Загрузился Сейчас Медиваг Отключается Старгейт Это Хорошо Что Он Отключается Так Надо Был Адептов Разваливать Марики Несинхронно Подполь С СМ Чу-то Циклоны Здесь Слишком Слишком Рано Пришли Но Два Циклона Тут Очень Вообще Все Анигилируют Кстати Билоны Поставил Китаец Так Что Даже Дестергейт Они Доставят Вот Дает Что Называется Так Улетает К Марикам Циклончиками Захват Надо Феникса Делать Блин Вот Опять Быстрый Залп По Пенам Пошел Здесь Столько Пробок Что Могут Ветер Развалить Так Еще Викинг Готов Можно Передрохнуться На Хайграунд Посадить Викинга На На Землю Просто Жаль КСМ Нет Вычинить Медивак Было бы Круто Конечно Вот Гейты Открылись Кстати Три Сталкера Два Адепта Есть Тут Просто Кстати Надо Сталкеров Покусить Странно Что Не хочется Этого Делать Сталкеров Просто Циклоны Просто Жесть Как Убивают Быстро На самом деле Но Сейчас Оторвется Ведь Китаец Хотя 41 23 Там 20 на 40 По лимиту Грубо говоря Скажем Так Вот Сейчас Он Быстро Меняется И Победа Куда Ты Викингами Бьешь Минус Викинги Ой Сталкеры Изуродуют Просто Кстати Отбился Ведь ЦА Но Соло Посмотрите 30 на 18 Рабочих В пользу Его Так Здесь Юниты Строются И Чёртов Этот Феникс Жив До сих Пор Соло Подумал Что Опасно Здесь Находиться Действительно Здесь Опасно Находиться 4 стал Крепно Вместе Вообще С Даним Улетел Этими Сейчас Экономика Уже В плюсе Надо Викингам Залететь Туда Попытаться Поразваливать Ну Кстати Пока Убивают Сейчас Выйдет Второй Циклон Викинга Можно Облететь Сюда Сесть Да Пару Пробок Срезать Еще А Двумя Циклонами Пытаться Отогнать Оппонента Хорошо Викинг Зашел Веникс Минутнет Со сталкерами Его моментально Видишь Викинги Хрупкие Просто Согласен Арам Согласен Так Продолжается Харас 20 клона На второй Контролят Сан Конечно Надо уходить Отсюда Вон Медиваком Этим Тут сейчас Феникс Нагонят Если честно Это будет Опасно Очень А тут Уже Два Феникса Ничего себе Загружайся Улетай Ты че Сейчас Собьют Все Нафиг Это Пойманный Медивак Ребят Скорее всего Сталкеры Они достаточно Быстро Ходят У медивака Сейчас Кончится Буст И фениксы Поднимут Этих Циклонов Зря Не поднимал Сразу Сейчас Поднял Медивак Уйдет Но Хотя Не уйдет В руки Это фениксы Слушайте Так Если Терять Можно И дать Шанс Продсу Хотя С другой Стороны Посмотрите На экономику И на Ну Лимиты Боевой Одинаковые А вдруг Какой-то Блин Уж вообще Без блинка Вот сейчас Что-то Идет Вперед Сам Я смотрю Фактор Кус Обьет Фактор Кус Обьет Так Ну С двух Ударов Видим Пробку Убивает Это После того Как им Бонус По тяжелому Сделает Еще по Технике Типа Бонус Сделали У них Даже Не по Тяжелому А по Технике По моему Бонус По Механическим Типа Юнитам Так Стрельнули Сталки Разок КСМ Забрался Ну Ход Здесь Треть ССХ Он Даже Ее Не Видел Это Для него Печально Это Ошибка Что Он Не Заметил ССХ Вот Если бы Он Ее Отменил Две Вдве Бэк И Попроще Было Так Ну Это Минус Стархорд Очевидно Так Плюс Один Уца На Плюс Два Пилона Еще На Выходе И Робот Дейсов Три Сейчас Еще Плюс Два Двали Пять Твайлайт Короче Да нет Здесь Отставание Просто Нереальное Соул Не тот Игрок Который Упустит Такое Отставание У него ММР Там 6700 Что ли 6600 Какой-то Какой-то Раньше По крайней мере Там И была Говорила Ну что Он У него Хороший ММР Соул Вообще Хороший Игрок Но Игрок Типа Сортов Он Он Стабильно Сбреет Того Кого Сбревает Чаще Всего То есть Ну редко Проиграет Более Такому Слабому По ММР Игроку И в целом Но Выше головы Не прыгнет То есть Он Не может Там Нерчаг Какого-нибудь Прогревать Стабильно Чему-то Ну там У всех Таких Установ Ну вот Если Он выйдет Еще На уровне Учий Я думаю Он вообще Как бы Закрепится В топе Постоянно Так Ну Дожим Уже Идет Сейчас ГГц Напишет Сейчас Просто Разгрузится На мейне Два Медивака И в лоб Пойдет Атака И все Здесь 4 батарейки Китаец Понимает Что здесь Без лечения Супер Жесткого Тут вообще Ничего Не сделать Да Вот Прилетает Танк Прилетает Био На мейн Фениксы Пришли Ну а атаку Синхронизируй Другам Ты чего Все Пошли Да Соул Вперед Батарейку Впереди Выпиливает Заднюю Тут кстати Вот выгоднее Даже Под юнитами Протс Сейчас Вынести Батарейки Как соул Делает Чем Биться С ними Они Больше Перезарядят Реально Больше Перезарядят Так Сталкеров Сверху Выносит Батарейку Там Лечит Даже Одна Посмотрите Как напрягает Чертва Батарейка Соул Мне очень Не нравится Он у всех Минус Ну сначала Так Десятку Убил Так Девак Минус 63 112 Вроде Отбился Но Вы видите 36 65 Рабочий Грубо говоря В два раза Больше И боевого В два раза Больше В целом В среднем Два раза Больше Лимита Не в среднем А в общем Два раза Больше Лимита У Соула Чем у Цана Здесь уже Четвертая Цецеха Ставится Барак Сколько Пять Да Тут еще И по макро Закрепляется Сам Великолепно Пишет Свой Результат Этот Сканит Постоянно Видит Что Оппонент Стоит Дома Плюс Три Барака Вот Гост Да Только Я подумал Гост Гостов Быть Здесь Вообще Чтобы Рот Вообще Приуныл И так Армии Нет И еще За 2 Емп Минус Половину Хрп У тебя Армии Снимет Просто И Соул Строит Гост Академию Можно было Раньше Каж Заказать Ну В любом Случае Я думаю Что Тем более Отца Найдет Вперед Я думаю Что До Гостов Свою Буду Не Доживет Потому Что Он Победит Раньше Вот Он Выдвигается Навстречу Сейчас Стим Феникс Минус Сразу Сталкер Филды Тоже Не помогут Особо Здесь Я думаю Мин Копаются Да Тут Конечно Филдов Надо Вообще Так Феникс Пофокусил Имморт Отфокусил Призму Отфокусил На ГГ писать Пора Уже Да Хорош Соул Контроль Неблохой Демонстрирует Спасибо Радул Еще раз За сот За тен Вот Ждем Что Мы ждем Других Мальчик Так Шоу Тайм Инди Они начали Уже Играть Соул Мистик Сан Йорс Я Соул Мистик Хочу Посмотреть Фига Они играют 27 минут Инди В игре Есть Просто Жесть Какая-то А че Инди Сегодня Не стримит Он вообще Стримит Обычно Он и чужие Матчи Кометит Фп То есть Касан Играет Не стримит Хитрец Какой А я Уж Хотел Глядать Ну Ждем Чего-нибудь Тогда А вот Инди Вышел Из игры Продолжение следует... 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 этого не видел пока что. Танчик у него трофей прикольный. Так, лейер это прикольно, да, конечно. Дрончика заминусовал, которым третью хотел Зарг ставить, но приятного мало. Вообще не понимаю, что пока хочет сделать Мистики, если честно. Опа! Базовый Гидроден с Тираном? Что это? Люра, что ли, интересно? Или что это такое будет вообще? Или Гидропуш какой-то? Ну, если это Гидропуш, например, то без Нидуса вообще никак. Да и Люра так просто не попадет, на самом деле, к Тирану туда. Так, секундочку. Что-то мама звонит. Так, все, я здесь. Ребят, извиняюсь. Четыре Гелика и Либератор на мейне от Соула летит, раскладывается. Мы учились Либераторов раскладывать, интересно. Тут со всех сторон хата напрягать. Так, Гелики жгут лингов. На мейне Либератор спалил королеву, выпалил дронов парочку штук и четыре юнита у у него убита. Здесь вы не видите из-за вебки. Вот. Такие вот потери, соответственно. Ну и Гелика четыре, короче говоря, здесь все еще продолжают ездить, попытки что-то нахарасить. Ну по рабочему соулу даже в плюсе вы видите сейчас. Так, погодите-ка. Что-то боевой лимит у меня как-то пропал. Так, мы вскоро. Срать секунд. Контрол группы... Шифта точно. А, не создали без геймфарта. Походу, шифта не работает чё-то. Ни хрена. Вот. А жаль. Без боевого лимита мы... А, погодите, есть же боевой чё-то я гоню. Блин, я чё-то запарился вообще. Ну, вчера да, писали, что тебя забанили, но... Вот. Хех. Цитата Лаврова тут известная. Всем можно вставить единственное, что я вчера говорил. Не знаю, нахренать там писать чё-то, чтоб тебя забанили, а тебе было. Вот, ну... Да, давай, на ВЦС выпиливайся, всё норм тогда будет вообще. Так, три барака. Старпорт фракта работают. У Соллровя добавляют ещё два барака. Почти готов 1-1. Грэйды почти готовы. Вот Армари чё-то с Соллума втыкал. Сейчас не сможет 2-2 заказать. Здесь 1-1 заказывает. Нистик тоже на Геодрум. А, здесь дробчик прилетел. Армари заказал. Ну, не самая, конечно, по таймингу чёткую, но заказал. И здесь очень большой урон нанесён будет сейчас этим дробом, поверьте мне. Уже где-то штук 5 рабочих выпилил. О, и минус грэйдики попёрли. Атака минус. Ну, решил, что да, здесь много потеряно будет. Добил 1 только атаку. Броня, в итоге, будет делаться вообще. 9 дронов выпили, а потери увидите. Ну, потери, кстати, у тиран тоже достаточно высокие. Сейчас. Делаются щиты. Вот, 1-1 готово. Нужно арморе. И сейчас 2-2 будет заказано. Вообще, у тиранов всё, честно говоря, замечательно, как бы, в этой игре. То есть, я не знаю, как он вообще уже на этой стадии может проиграть. Это можно сказать смело. Но всякое бывает. Вообще, честно говоря, я не понял, что у зерга такой забил. В ранний гидроден двухбазовый, как бы, с последующей третьей хатой. И которую отменял тиран просто. Здесь очень долго зерк без ничего просто существует при таком билде. И, конечно, тиран свирепствует просто вначале. Вот. Но я таких на Европе не видел. Наверное, каких-то американцев брил Нистик подобным билдом. И решил, что соул его только сможет брить, но не сможет. Ну, соул выпад делает. Минус гидра. Марики просто её выпиливают. Мариков очень много. Покидает игру Нистик резко просто. 1-0 соул. Прыгаю в игру. Так. Ух, Син Син. Он просил там. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я проставлю счет Я вспомнил, что я принес в контейнере покушать себе из дома Не забыл в холодильник поставить Сейчас поставлю, буду провернуть фон Субтитры сделал DimaTorzok 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 Улучшение командного центра завершено Так, изменяю за задержку Ну, блин, контейнер какой-то фуфловый Вроде с вакуумом, даже с какой-то там закрывалкой Типа, ну, короче, выпала Сейчас макарон моих в рюкзак надо было очистить Сейчас резко Не понял, каким образом это произошло Вот Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что же, криптуморы от Нистика вперед идут Опа, репера Солова, он пытается заминуть совать Репер чудом ушел сейчас Собаке, блин, чудом ушел Сначала он, по-моему, погиб Собаке 2 из 4 погибли Я думал, эти две тоже сейчас за залп будут уничтожены Ну, как-то Солу недоконтролил Ну, в данном эпизоде было видно, что у Солова пинг выше, похоже, чем у оппонента Лэй Рауч Ворон, это Нидус, похоже, не? Или это какой-то опять странный билт, вообще? Так, Сол закатился геликами Ну так, я бы сказал, 6 дронов сгорело, это немного Ну, хоть 6 сгорело Раучем скорость поперла, ребят Двух бас Ну, а тогда в третью выходить То есть оборонительным делать такой билт Здесь уже готов танк, получается Солу как будто готовился к Лэйру какому-то А, ну он за... Сочнее, он не к Лэйру, он к Нидусу готовился То есть он увидел Лэйр А, он может даже Рауч Ворон увидел Да, Лэйр Рауч Ворон, он сразу подумал Нидус, наверное То есть Мариков строит танк и Викинга Чтоб Оуэров вокруг сбить И все у него прекрасно А здесь просто третья хата пошла Гидра Дэн И два эволюшна сейчас для грейдов Прям реально какие-то билды замороченные Такие вот у этого зерга Нет бы на отчальную стадию пережить как-то На лингах, допустим Там Вэллинг НС какую-нибудь поставить И выйти в Гидру, допустим Зачем ему Рауч Ворон фигзнет? Либератор прилетел, не слабо так Зачем дронов-то покупать? Ну хотя... Ай, не успел улететь Мне кажется, что можно было и Королеву убить легко Тут зерк не отводил ее тупо как бы И дронов потом начать зашкваривать Ну пришли реводжеры, кстати Суууф Может быть даже и правильно поступил Что трех рабочих железно забрал Как бы и все Королеву забрать это не хуже, чем трех рабочих Во-первых, она по стоимости столько же дает Во-вторых, это минус инъекции Ну Королеву, понимаете, один выстрел Либератор дал И нельзя быть уверенным Не отведет ли ее оппонент А вдруг второй выстрел попадет И она уйдет на красном ПП А третьего В итоге ни рабов Не забрал ни Королеву А райт-клик по рабочему Либератору Это стопудово минус рабочий Как бы То есть Тут тоже есть обоснованные Опа Хорошие фаербулы идут Викинг долетался Это было красиво В этот раз игры Да и раньше, кстати У Мистика Он же Чарм Кварк И крип у него пошел Так получше Как будто другой Играть за него сел Ну он просто, наверное, понял Ошибки предыдущей карты Как бы И сосредоточился А здесь уже аж сенсорка есть Что себе дает Заходят здесь эти революторы Два КСМа забрал Сейчас вы видели Да, два забрана Сколько всего Тиран больше потерял За эту игру Что самое интересное Но он потерял На Хараси, соответственно У него ценные юниты Падали Либератор, например 300 сразу ресурсов Минус 150 150 4 гелика Рипер до этого Так, дробь мариков Идет Крип тумора Королева убивает Сейчас крип будет снимать Или нету сканов У Соло Да, нет энергии Ее просто Вот сейчас только будет она Уже и стим пропал Но он еще раз решил Простить Чтобы как можно быстрее Крип забрать Два крип тумора Вот этот и этот Не успел Которые в скане были В ренже скана Да, выпилить Так Два-один Грейдер Хайф уже заказан И шпиль Че се В этой игре Нистик на себя Вообще не похож Даже мертвого В предыдущей игре Хм-хм Так Так Везде крип тумора Соло выпиливают Реон За Анистика Сел играть Не, Реон Это тиран У нас Сейчас Соло Реона Позовет Поймет Что-то не ладно Это будет равный матч Короче Ну в любом случае На самом деле Соло Повыпиливал Весь крип Вообще везде Практически Четвертую отменил И вы видите Что у Соло Лимит это просто Намного больше У него 2-2 Тоже делаются Атак на танки Фугасы На мародерах Которых у него Ноль штук Ровно на данный момент Но на будущее На самом деле Все правильно Делать на будущее Пригодить 50-50 О чем речь Выход идет 5 танков Здесь Один сзади 6 У Соло Их есть Ну что-то Стоит тут Дога Иди вперед Развивай Свой успех Вообще Так Ну что Пришел Соло 170 на 135 Но это ГГнщик Кстати 2-2 Грейды Подъехали С плюс 1 6 секунд До 2-2 Вот сейчас Вторая атака Заказана Соло Как раз Так и сразу Танчики Ближе Еще идет Принимает бой Мариков Очень грамотно Сюда группу И сюда Группу Отвел Вы видите И дает матч Нистик Саркап Во-первых Привет будет В 20-00 Во-первых А во-вторых А во-вторых Я буду Стримить Группу Ц данного Турнера За час До него Начинается А там Уж по обстоятельствам Успеем Туда Так успеем Нет Так нет Даже не знаю Может быть Мне Просто группу Постримлю И все Так Ну что Сол 2-0 Так Сол 2-0 Сол Йор Синдит Санчес Так А Йор Са Кто Вообще У нас А Йор Са Демилав Получается Йор Демилав Демилав У нас Будет Я туда Тоже Хочу Китти Подчеркивание М Подписался На Премиум Спасибо Кайт М Спасибо Всем Пацаны Пацаны Кто-то там Нализывается Такой А я сегодня С Черлицом Гулял Там Мужики В строительном Магазине В доме моем Снизу есть Стояли Чарлик К ним Подошел Давай Нюхать Там Гляд Блин Удача Придет Типа Год Рыжей Собаки Там Походу Имели Ввиду Они А чарлик Он Почти Рыжий Пес Харя Рыжая Почти Короче Всех Нас Ждет Все Норм В этом Году Походу Дело Норм Уф Один Дело Делаете В Дело Один Дело На Один Дело На Дело Так, куда Тайорс пропал там? 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 А, он просто ладер начал играть. Ну ладно, дождёмся, а здесь там уже все стримят другой матч. Отойдёшь за рыжего опца, да? Давай, Лапендер свой. Другой давай. А другой? А другой! Молодец какой! Шарлик и так счастливый весь год. Играет музыка. Винтер, не винтер. Винтер, не винтер. 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 Чё-то не идёт пока Йорс-то. Блин, Йорс вообще-то Деми Лав там должен быть, хотя я не знаю, короче. С кем он плеен, только я не понимаю, если он уже предыдущий тур сыграл. А, ну да. А, с Саном они играют, я извиняюсь, они ещё играют с Саном. У меня же есть Сан, кстати, 17 минут уже бьются, его дают. Ну ладно, подождём, ребят, немножко тогда, чё делать-то ещё. Спешит Сол куда-то, хочется Индис играть, ему не дают пока. Пилю рекламу, ребят, помните про блоки, ну и поддерживайте, позволяйте мне и мой канал. В 19.00 будет ещё группа С этого Турика, где Кас играет, соответственно. Так, Сол куда-то левнул. Да, Сол левнул, то у него что-то бомбит, что ли, я чуть не понимаю, на ровном месте. Может быть, это он на Европу пошёл поиграть, я не знаю. Ну и... Продолжение следует... 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 Так, ребят, реферончик прилетает стрелять, начинает извиняюсь, отвлекся на секунду. Продолжение следует. Так, ну что же, ребят. Что-то мимо пристройки. Сол тут сел, ребят. Я хз, кто такой, Йорс, но это не Демилав, в общем-то, явно. Значит, он заменен на какого-то другого игрока, похоже. А, да, он заменен, это австралиец Йорс, я не знаю, кто это такой. Ну, зерк вы видите сами. Сейчас все прекрасно. Ну и летит в дропсул, сейчас в медиваке улетит, в нем сидит 4 гелиона. Здесь овер, конечно, спалил на пути к мейну этих геликов, но что-то Йорс как-то странно реагирует. Все на третьей базе у него стоит. На мейне вообще защиты нет никакой абсолютно. Ой, как будет? Увидели, что тут было-то вообще? Просто соул пожег, все наглухо здесь, ребят. 12 дронов, 5 собак, овер потерян. 2743, 18 на 0, в общем-то, потеря. И делается закопка минком, соответственно, быстро. То есть сейчас еще продолжен Харас с минками, соответственно, полетит медивак с минками вперед, будут они копаться. Быстро стрелять, их можно будет выкопать и... И успел успеть увести. Ребят, просто потери. Я просто врублю потери, что называется. Ну, 2 юнита, по-не, ну, в принципе, я зря врубил, потому что что-то соул тут подслил, конечно, немножко. Ну, вот королеву выпилено, 3 уже юнита, 4 потеряно. Ну, тут дальше не самый удачный, конечно, Харас. А, здесь минки просто еще Харасили, вы видите, на дальней базе, соответственно. Еще и викинг оверов крошит. Вот еще один здесь есть, кстати. Ну, тут соул потерял, конечно, мультитаскинечка не хватило. Он мог больше увезти, на самом деле, юнитов отсюда. Но 24 рабочих, посмотрите, выпилено просто вот. Вот они ездят, эти рабочие, чертово. В итоге 48-49, соула тупо больше, как бы, по рабочим сейчас, с тирана, чем зерга. И, су, танк еще и залп успел дать по собакам, 2 юнита минус 0. Так, пуша от соула идет, ребят. Монгегега ее спишет. Что-то вообще соул вообще в хлам просто вынес. Ну, похоже, 2-0, а судя по этой игре, думаешь, мало шансов было у него. Так и не вернулся, циан еще, к сожалению. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 отмечиваются еще два сталкера потеряны сверху просто шоу-тайм живет просто двумя батарейками у нем все прекрасно вообще здесь делаются зилоты и бодренькие аюрские не аюрские а из команды феникса прикольные кстати скинут именно зилоты вообще прикольные какие-то они правда как петухи у них репешки какие-то непонятные ну зилоты они еще те петухи петух это бойцовское животное очень грозное если отдалиться от терминологии этой всей зековской конечно же у нашей стране за последнее время так оракул отдал шоу-тайм на ровном месте здесь ну вот это лишним было но сейчас зато придет на хэгэй сюда и нечем отбиться будет просто здесь иммортал здесь сэн 3 кошу-тайм идет прямо нашу тайм дает гвардиан рубать контроль нужен на призму попытка минуснуть призму со стороны туалла крайне неудачно лабиринт из филдов шоу-тайм здесь создал просто а еще и того сталкера успел вынести короче гг шоу-тайм не стал царемониться соулом просто тянуть время здесь чуть не время тянуть да просто там типа имба поэтому соул просто и чё это происходит соул ливнул и и и и и Так. Что-то у Соло бомбануло, походу. Продолжение следует... 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 1-1 1-1 Да ну, это не за первое место будет А кто у нас может потеснить-то Соул там Ну первое, Шоу Тайм однозначно Уже первое займет, даже если проиграют Сейчас Соул Цану, я так понимаю А вот Так, Инди Нистик Инди Цан сейчас идет, ну Инди точно Инди Йорс Ну и либо Инди, либо Цан, видимо, второе Займет Соул, как-то тоже так себе Все Хотя не у Соула Две победы, ничья, поражение Ну да, Соул может Короче, первое Однозначно Шоу Тайм Соул Цан, Инди могут занять Второе, я так понимаю Однозначно Шоу Тайм Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Потому что он бы фениксов сбривал бы там за зал буквально Так, а где фениксы? Фениксы здесь, их три штучки вообще Такс Продамажен феникс один Ну гоняет здесь шоу тайм, мне 39 лет Зато по умному развитию настолько не тянет Ну поэтому минус К сожалению Вот, густится блинк Шоу тайм В рабочем уровне идут Ну фениксов нужно конечно не дать шоу тайму ими нашатать Если получится нашатать, будет не очень Одновременно практически форжи делаются Что-то я не понял, почему сейчас батарейка не пополняла пробку Она же прям над ней погибала Очень странно, этот момент был, если честно Мне казалось, что должна пополнять Она 10, кстати, твойлайта Еще нету страна Ну по рабочему, в плюсе фениксов все-таки немного Но нашатали А шоу тайм почему-то рабочих не добавляет Странно, это очень, если честно А шоу тайм Чарж после блинка у шоу тайма У Сана просто чарж пошел первым грайдовым Но у него есть контроль воздуха В принципе ему блинк сейчас пока не нужен Тем более, если он хочет ударить по шоу тайму Он хочет ударить по... А нет, он просто за пилоном сейчас вызвинулся Я думаю, что логично будет, что он будет атаковать шоу тайма Опять же, тут Сан чемпион буста грейдов Кстати, я смотрю, как он Уже какую игру Гоняет по грейдам Форжа, по-моему, шоу тайм даже чуть раньше секунд на пять заказал Но... Он больше бустил Так, приходят сталкеры на треть О-о-о-о-о А че шоу тайм туда пришел-то вообще еще не помню Нексус меняет, убегает сталкерами Пытается убежать Они уйдут, они не уйдут Сейчас вот зелененький будет поднят Умом китайца не понять Вообще логикой Почему поднимать, зачем желтый Если можно было более целого сталкера поднять Сейчас уходит на блинке Шоу тайм, дальше Что-то сам прям сюда побежит Нет, ну сюда бежать не надо Так, чарж готов у шоу тайма У цена еще чарж не готов Плюс 2 буты Навряд ли Цена с лове тайминг с плюс 2 на плюс 1 шоу тайм Там разница буквально 20 с небольшим секунд Даже меньше 20 По-моему Так, сбивает феникса Очередно Один всего феникс остался у цена Он что тут пушить пришел? Да, пришел пушить Вот у него сейчас плюс 2 Как раз можно было буквально сейчас было 10-15 секунд А можно было подраться плюс 2 Но тут на самом деле никто не смотрит на это То есть обычно примерно это делается Потому что, ну, не смысл драться в невыгодной позиции Даже у тебя есть преимущество в один грейд Вот сейчас вот интересный момент Сейчас на мейн прилетает Сан Шоу тайм видит, что варп там на мейне идет А ведь здесь 2 аморвы Между прочим, сделков достаточно много 4 гейта моментально отключены Вот что значит на одном приводничке 4 гейта держать Внизу шоу тайм бой дает Кстати, внизу удачно он там бой дает Здесь несколько зилков и сталкриф Реши здесь, у шоу тайма недостаточно армия Чтобы подраться с Саном-то, между прочим Здесь в центре погнал шоу тайм Сана ТП вынужден сделать на мейн Кстати, это правильно, абсолютно правильное решение Призму сейчас бреет И имморталы не уйдут Смотрите, царь шоу тайм, молодец Здесь отбился, но А третий-то нектос под ударом Успеет спуститься туда Гейт надо убивать Так здесь есть Так и здесь надо убивать что-то Ё-моё, здесь 4 архона Вот это пилонам мешает Кстати, выйти Вот так вот они могли бы обойти Но пилон мешает Здесь просто Сану-наглую Они их выпиливают Не допилил, телепортнулся И унитов слил Это провал Ребята, шоу тайм не видят Что архоны выйти не могут, что ли? Да, не видят, отведят Их вот пилон надо этот выбить Здесь пилоны новые заказать И они-то вот здесь вот Вокруг гейтов Хотя вот здесь я не уверен, что он пройдут Они пройдут Между гейтами и этим Предспаун Наверное, должны пройти Посмотрим Сейчас, что шоу тайм будет делать Будет ждать пока за КДш ЦТП Можно еще Ну, через 70 секунд можно А, ну на призму, да Прилетели Мы-то как это Про Винни-Пуха Который у кролика застрял Архоны слишком толстые Чтобы пролезть через эти проходы узкие То есть Вроде как они появились здесь Снаружи базы Но когда они попали сюда Оказалось-то, что Архитектура базы такова Что-то не выйти пацанам оттуда Просто Пацаны ли они вообще здесь Так, шоу тайм идет вперед Ну, ЦАН здесь рядом Встречает его Шоу тайма плюс 3 делается У ЦАНа уже готов Блин, ЦАН С мастер грейда просто Я не знаю Феникс 4 сталкера Ну, здесь очень тяжело Дрог он будет пролететь Шоу тайм сейчас передумал атаковать У него не эксус 4 есть Ну, тут с призмой нечего ловить вообще И сталкеры здесь, да Призма минус Тем более с тремя атаками Ух там дамаг просто Сколько там у сталкеров с тремя атаками 27 по бронированным 21 по не бронированным Соответственно Так, ну ЦАН упорно хочет напасть На шоу тайма, я так понимаю Шоу тайм от больше Боевого Ну, единственное преимущество Третья атака С ЦАНа, скажем сейчас Пошел замес Архонов больше Шоу тайм Не все дерутся Пацаны Здесь Ту-5 сзади Пока зелки Еще вот Тоже и мешали Вот сейчас они пошли вперед Все равно два Архона Дерутся Насколько позиция круче У ЦАНа Вы посмотрите Ну, что у тайма больше С мейна там Сталкеры приходят Через эвку Шоу тайм уже, так понимаю Все сюда ведет Ну, им все-таки Хватает ему Чтобы отбиться Еще один из ключевых моментов Были вот эти Имморталы Соответственно ГГ ЦАН пишет 1-0 Имморталов больше У Шоу тайма в том числе А в таких битвах Чем дольше Иммортал живет Он по двадцатки Дает по всем И по пятьдесят По тяжелым Там оху сколько демеджа Они уносят много Так, прыгаю в игру Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, вторая карта Шоу тайм цен, ребят Глубоководный риф Она называется Это вторая карта Это последняя карта Которую я буду стримить В группе B На данном турнире После нее будет перерыв Я стрим стопану Выложу запись Кстати, выложу запись Вконтакте вчерашние Матчи Кстати, надо сейчас бы Открыть ютубчик И найти сразу Ну и потом Позже вернусь Соответственно Ну и Поскольку Точно Не знаю Девятнадцать Точно Кайго Но может быть Пораньше Постараюсь Если успею Конечно Позже Да, поэтому, да, не спешите даже, наверное, уходить. Выложу на GG Player. Вот. И ВКонтакт. Хотя, не, я король. Ладно. Выложу ВКонтакт. Кто на группе подписан, тот царь, поэтому он посмотрит пораньше. Вот. А на GG Player, да, выложу сам. А вечером уже, да, плюс они у тебя до 10 плюсов, чтобы остальные тоже посмотрели. Ну что же, шоу-тайм давайте по игре. Шоу-тайм Монциан у нас. Глубоководный риф. Два гейта там, два гейта здесь. Шоу-тайм играет в ранний Твой Лайтсмейн. Заблочился пилоном. Нету с оппоненту своему. Ну и оба играют два сталкера, получается. Ну да. Шоу-тайм оббегает куда-то там двумя сталкерами. У ЦАНа тут хитро. Пробка стоит очень. Она стоит, интересно. Видит, что сталкер в кустах трётся. Кстати говоря. И здесь подозрительная шоу-тайма пробка стоит, потому что... Ну, кстати, можно было пойти... А, не видит, не видит ЦАН. Может пойти, попытаться минуснуть было бы. То есть, шоу-тайм делает Даршайн, ребят, а ЦАН делает Твой Лайт. Это будет блинг, я так понимаю. Где пилон-то у шоу-тайм будет? Нахрена он так далеко уехал-то, я не помню. Сделал бы. Ну, можно здесь поставить такой... На всякий случай, что называется, пилон дальний, который не обнаружат. И ближе потом пойти поставить пилон, попытаться. Ну, шоу-тайм решил, что чисто ближе он будет ставить. Ну, у него разведка-то ушла, он понимает. Куда он едет-то? Ставь пилон, что он делает, вообще не пойму. Что-то ездит, ездит. Пилон-то будет, нет? Вот, наконец-то пошел пилон. 20 секунд до... Ну, как раз синхронно с Таркшайном пилон этот появится, похоже. Практически синхронно с Таркшайном появится. Так что, ребят, по поводу записи, кто вчерашний хочет посмотреть в группе ВКонтакте, сейчас выложу. Не буду я делать стоп-старт, чтобы там врываться заново, нет смысла в этом. Вот, просто стопанусь и... Продолжение следует... Ну, пришел шоу тайм Есть дарком Ну, давайте, не кто-то будем чикать, да, здесь Ну, ходит шоу тайм Пришел дарком и ушел дарком А обсервер-то сзади Не догоняет дарков Все, они убежали, 9 пробок минус Отца на контрагрессии Никакой нет, у него блинк есть Как бы, да, 10 пробок Он потерял, ничего не убив Дарки сейчас уйдут домой просто или нет Он обходит сбоку, то есть он понимает, что Наверняка протас захочет Агрессивничать далее Потому что он очень много юнитов потерял Сейчас И обводит дарков сбоку, чтобы прийти Вперед, так, хороший филд Чтобы продержаться Чтобы время выиграть, пока эмортал, например, выйдет Так, два дарка Идут вперед, куда ты идешь шоу тайм Ты что творишь-то Один на второй, один на мейн Смотрите-ка Пока этот жил Этот нарубил 4 пробки Здесь пришли сталкеры Пытаются что-то Сан сделать У него, кстати, есть обсервер, между прочим Так сбей, что там что-то тупит Не сбил обсервер Можно было сбить Тем более, он идеально разражил его Можно было его принимать, пока он не двигается просто Так, все Доделывается блинк у шоу тайма 43-30 Парабам Да нет, здесь, я думаю, Сану крайне сложно будет лучить Ну, дестабилизаторы, да, могут перевернуть Попробовать можно, конечно Попробовать можно Ну, нужно бустить рабочего ему как раз Он же мастер бустов, Сан у нас Пытается пилон найти, откуда дарки пришли Ну и правильно понимает, где он может находиться Вот он, пилончик Блин, кажется, так как будто знать, что он уже здесь Сан, хитрец Здесь же третий можно, по-моему Да, у шоу тайма делается Так, Паржа плюс два гейта Четыре гейта скоро будет У шоу тайма, у него было два Все это время Ручка, да, ну вот тоже гейта Хух, распрощение Плюс два тут пошло Ну, здесь третий, не, короче, все лучше У шоу тайма, все лучше Грейт раньше, не, эксус третий есть Сейчас призма пошла В заказе, я имею ввиду, нексус третий есть Сейчас еще плюс два гейта запилят Будет шесть при выходе Вот еще два гейта пошло Здесь два можно открывать Плюс четыре будет сейчас Нексус ждать тут нечего Рядом с ним стоять Он сам достроится при необходимости Так, сейчас шоу тайм пролетит Может увидят сейчас эти архивы темпларов даже Ой, эти трубы бэй, простите Не, я не увидел ни хрена шоу тайм Ну, пойдет он вперед, значит, что тут говорить Ну, я думаю, один дестабилизатор не втащит игру никак Еще иллюзия полетела Камни шоу тайм пробивать, чтобы быстрее сюда уже двигаться Призма прилетает сюда, варп идет не на призму Все правильно, потому что если призму раскладывать Значит, она позицию позже займет Здесь ближе с оппонентом То есть она рассложенная, это не летит А так варпанул сюда То есть сюда прилетел призму Пока разложилась на него варп прошел Эти как раз подбежали Разве что только если ты уже почти пришел И призму где-то здесь на центре Можно разложить ее, варпануть и подойти То есть если ты уже пришел А призма здесь на центре подлетает А ты сюда варпаешь, что это очень удобно Короче, это тоже уровень игры Это чувство Чувство того, как надо сделать Минус дестабилизатор Но есть еще два цифра Потому что стабилизатор самое интересное Так, ну одну центре выпилил, я смотрю Молодец Шоу тайм Будет врыв на хг? Нет, не будет пока врыва на хг Призма где-то сзади там вообще стоит Вот еще, да, варп сталкера придет Ёма, ну Сан, что это творит вообще? Так, а куда второй-то выстрел? Что-то я не понял Делки стабилизатора По сталкерам Сан Шоу тайм Попадает И сплэш себе прилетает Самому же А куда выстрелы-то пропадают? Я чуть не пойму вообще Не долетают то ли они, то ли что Короче, Сан много Шоу тайма убил Выстрелами дестабилизаторов Юнитов, это факт Но этого не хватает Здесь имморталы, которых нечем тут убить Как бы И ДГ, и ДШ, и Сан Шоу тайм 2.0, ребята Шоу тайм 2.0 Вот так вот кончилась группа Ну что, ребят Так, ладно Этого на месяц Выпилю не буду полностью Пока выпиливать Хотя Мне кажется, что надо Ребята, в общем Что могу сказать Пока я прервусь Данная запись на Ютуб Сейчас выпил Впилю сразу же На Гудгей Ой, на ВКонтакте В группе ВКонтакте Выложу вчерашние записи Сейчас И Вернюсь 19.00 вечером Группа С будет Там Кас играть будет Может быть Успею еще другой турнир Там от Бэйстрейд Пристримить после Где Плей-офф там идет Интересного турика На сегодня все Там уже все доиграли Другие матчи Собственно Шоу-тайм первое место Занял ни одной карты И вообще Ни одной карты В общем-то Не отдал Все, ребята Увидимся вечером Спасибо за внимание Спасибо, что были здесь Спасибо за поддержку Громатно всем За премиум и т.д Все Увидимся скоро Продолжение следует...